Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 15 главу. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал «Вадыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». Господь обращается к Аврааму и говорит «Не бойся, награда твоя весьма велика». И Авраам реагирует на это с некоторой обидой, с некоторой даже горечью, потому что он старый человек. Он старик. Когда все эти события развиваются, он уже человек очень пожилой. Ему 75 лет, когда он только выходит из Урхалдейского. И Авраам говорит «Вадыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Для человека древнего мира остаться бездетным было самым большим несчастьем, которое вообще человек может постигнуть, поскольку в то время людям еще не было дано откровение о жизни вечной и блаженной. И единственная форма бессмертия, которую люди могли себе представить, это бессмертие в потомках. И вот человек, рот которого угас, человек, который не оставил потомков, это был самый несчастный человек, который только мог быть. И вот Авраам говорит «Вадыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Илиазер из Дамаска». То есть, Илиазер из Дамаска, мы не знаем о нем подробно, это, видимо, слуга, домочадец. То есть, человек, который принадлежит к клану Авраама, который, в общем-то, с ними ходит, который разделяет с ними общую жизнь, но который не является кровным родственником Авраама вообще. И, видимо, он будет наследником. И вот домочадец мой, наследник мой. То есть, это какой-то доверенный слуга. Поскольку нет кровных родственников, видимо, наследником всего будет доверенный слуга Авраама. И было слово Господа к нему и сказано. Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чересла своих, будет твоим наследником. И вылухил вон и сказал ему, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Это очень важные слова во всем Священном Писании, во всей истории Авраама. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Господь обещает, что тот, кто произойдет из чересла своих, «Твоих будет твоим наследником». То есть твой прямой потомок будет твоим наследником. Вылухил вон и сказал ему, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал, «Столько будет у тебя потомков». И мы видим, что Бог обещает что-то неочевидное, мягко говоря. Если бы Бог обещал юноше во цвете лет, который вот только вступает в брак, что будет у него множество потомков, как песок морской, это было бы, ну, более-менее правдоподобно. А почему нет? Такое вполне бывает, что юноша вступает в брак с девушкой, они оба молоды, они полные сил, они производят на свет многочисленное потомство. И это то, что вполне можно поверить. Но Авраам старик в этот момент. Его жена тоже старая. И Бог обещает Аврааму что-то, что выходит за рамки обычного. Что-то, во что невозможно поверить. Что-то, что противоположно нашему человеческому опыту. Мы знаем, что если человеку 75 лет как минимум, и еще там время идет, то ни о каком потомстве для него говорить не приходится. Он уже из репродуктивного возраста вышел. Вопрос уже закрыт. И более того, в древнем мире продолжительность жизни средней была меньше, и 75 лет это еще более глубокая старость, чем для нас сейчас. То есть Авраам глубочайший старик. И Бог ему говорит, у тебя будет многочисленное потомство. Что делает Авраам? Авраам поверил Господу. Бог обещал. Бог дает обетование. Это такое, знаете, важное, ключевое понятие в Священном Писании. Обетование, то есть церковнославянское слово. Просто по-русски говоря, обещание. Бог обещает многочисленное потомство. Авраам поверил Господу. И Бог вменил ему это в праведность. Как Авраам сделался праведным пред Богом, он поверил Божьему обетованию. Святой апостол Павел в Новом Завете в послании к римлянам приводит этот пример Авраама для того, чтобы показать, что такое спасительная вера. Как мы обретаем оправдание пред Богом. И он говорит, Бог вменил праведность Аврааму. Почему? Потому что Авраам поверил Божьему обещанию. Даже если это обещание казалось невыполнимым, все равно Авраам поверил Богу. И вот нам Бог дает обещание в Господе нашему Иисусе Христе, что человек, который уверует в Иисуса Христа, обретет вечную жизнь. И мы, как Авраам поверил тому, что Бог обещал, так и мы верим тому, что Бог обещает, и через это мы приобретаем оправдание и жизнь вечную. И вот Авраам поверил Господу. Он положился на Слово Божие. Он доверился Богу, который не может лгать, даже если по всем человеческим соображениям оказывается, что это не так, что Авраам глубокий старик. Но если Бог сказал, у этого глубокого старика с его глубокой старухой-женой будет многочисленное потомство, значит, это так. Авраам верит, и Бог вменяет ему это в праведность. Бог оправдывает Авраама на основании его веры. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из урохалдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Вадыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И опять-таки мы видим, что Авраам — это вождь, такой племенной вождь, он шейх, как бы сейчас мы сказали. У него под его началом сотни людей, тут упоминается 318 его рабов, то есть где-то порядка сотен людей с ним ходят. Ну, может, там не все сражались, не все были боеспособны, ну, может, где-то не больше тысячи человек народа где-то с ним ходят. И как вся эта земля может принадлежать ему, вот этой небольшой группе людей? «Почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут сюда с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амариев до сели еще не наполнилась». Господь сказал Аврааму рассечь вот этих жертвенных животных, принести их в жертву. И это существовавший в то время обычай заключения завета, обычай заключения договора. Если в ту эпоху люди заключали договор, допустим, двое царей заключали договор между собой, они приносили в жертву во свидетельство этого договора животных. Вот как мы сейчас подписываем договор. Это чисто условный знак написать свое имя на бумажке, но когда вы его написали, это свидетельствует о том, что вы заключили этот договор. Вот в то время договор обставлялся таким образом, что рассекались эти животные, приносимые в жертву, и, в частности, это служило напоминанием о том, что если я нарушу договор, то пусть я умру, как это животное. И вот Господь дает Аврааму указание рассечь этих животных как знак заключения завета, заключения договора с Авраамом. «При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий». То есть Авраам испытывает повергающее в трепет сознание Божьего присутствия. «И Господь ему предсказывает, сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не свои, проботят их и будут угнетать их 400 лет». Речь идет об угнетении евреев в земле египетской, о чем мы будем читать подробнее уже в книге «Исход». И лет 400 они там будут находиться. 400 лет – это долгий срок. Мы можем себе представить, что 400 лет назад у нас было начало 17 века. И вот 400 лет они будут в порабощении. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут сюда с большим имуществом. То есть земля, которую Бог обещает, она достанется потомкам Авраама. Потомки Авраама евреи будут владеть этой обетованной землей. Хотя это будет не скоро, и это пройдет через время испытаний, через время, когда они будут в порабощении. Но потом Бог освободит их. «А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости добрый». То есть Авраам лично умрет, будет погребен в старости добрый. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. Это мера беззаконий людей, которые сейчас живут на этой обетованной земле. Но через какое-то время они утратят эту обетованную землю, потому что наполнится мера их беззаконий. То есть причина, по которой земля будет отнята у Амареев, у других языческих племен, которые там живут, и отдано израильтянам, это то, что наполнилась мера их грехов. И это библейское напоминание о том, что народы могут утрачивать свои земли, народы могут быть изгнаны, когда наполнилась мера их грехов. Это напоминание о том, что у греха есть последствия не только на личном, но и на общественном, можно сказать, на национальном уровне. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи, пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, Кенеев, Кенезеев, Кедманеев, Хетеев, Елизеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Евеев, Гиргисеев и Евусеев». То есть перечисляются языческие племена, которые там живут в данный момент. И Господь говорит, «Всю эту землю я даю твоему потомству». И вот удивительная деталь, которую стоит отметить. Вот перечисляются эти Кенеи, Кенезеи, Кедманеи, Хетеи, Ферезеи, и мы не знаем, кто это такие. Ученые, исследователи, историки пытаются выяснить, что это были за люди, на каком языке они говорили, каким богам поклонялись. И мы не знаем почти ничего. Потому что эти народы исчезли с лица земли. И большинство народов, упоминаемых в Библии, исчезли с лица земли даже не потому, что их истребили, а потому что народы просто ассимилируются, они растворяются, они утрачивают свой язык, утрачивают свою культуру, утрачивают свою религию, они растворяются в других народах. И здесь мы видим, что потомству Аврааму обещана эта земля, и потомству Авраама обещано, что они не исчезнут, они не истребятся, они просуществуют, и они существуют до сих пор. Бог заключает завет, договор, соглашение, союз с Авраамом, и он дает Аврааму обещание. Эта земля будет принадлежать твоим потомкам. Обетованная земля, то есть обещанная земля, земля, где сейчас находится Израиль. Но эта земля не совпадает в точности с границами современного Израиля, но примерно, это примерно вот этот район, вот эта точка, вот это место на карте. Мы с вами прочитали пятнадцатую главу книги «Бытия». Мы с вами читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...